Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Семейные архивы бережно хранят и передают из поколения в поколение. Старые фотографии, вырезки из газет, письма, ордена и медали. Библиотека номер 7 Максанского лесного порта предлагает вам рассказ Елены Владимировны Мороз о трудном военном детстве своей мамы. В Архангельской области, в Плесецком районе, есть деревня Прохнова. Именно эта деревня, малая родина моей мамы, беретновой Нины Александровны, в девичестве Масловой Нины. Именно здесь, 13 июня 1937 года, на свет появилась девочка Нина. Она родилась в многодетной семье и была пятым ребенком. Но жизнь в деревне была тяжелой и многие дети болели и умирали во младенчестве. Три ее сестры умерли совсем маленькими. Ее родители Маслов Александр Афанасьевич и Маслова Екатерина Ивановна трудились в колхозе. Работали много и тяжело. За младшими детьми приглядывали старшие. Но и старшим тоже приходилось работать. И по воспоминаниям моей мамы, один из ее братьев, Коля, 7-летний Коля, был пастушенком. Однажды случилась очень сильная гроза и родители сильно перепугались. И она все вспоминала, как мама переживала за Колю и в эту страшную грозу бежала за мальчиком, чтобы его поддержать. Елена Владимировна, а сколько лет было вашей маме, когда началась война? И рассказывала ли она вам что-нибудь о том времени? Когда началась война, маме было всего 4 годика. Конечно, она не понимала, что это такое. Но вот что она запомнила, как в начале войны летом ее отца призвали в армию. И вот он пришел попрощаться с ними. Но мама ушла в лес за ягодами, а она стояла маленькая на крыльце. Папа прибежал, он только успел ее поднять на руки, поцеловать и сразу же уехал. Служил ему дедушка на северном флоте, на военном катере. И вот из одних в одном из боев его сильно ранило и контузило. Он очень долго был в госпитале, а потом был комиссован и вернулся домой в родную деревню. А что рассказывала вам мама о жизни в годы войны? Жизнь была очень трудной и суровой. Родители много работали, а дети старались во всем им помогать. Жизнь была голодной, но выручали лес и река. Ребятишки бегали в лес за грибами и ягодами, а на реке рыбачили. Все это было хорошим подспорьем. А еще семье приходилось в годы войны сдавать прод налог. Мясо, шерсть, яйца. И зачастую дети не видели этих продуктов. Самым лучшим подарком на день рождения было яичко. Но вот однажды у матери не получилось сделать ей такой подарок. И Нина очень переживала, что ей не досталось яичко. Но потом при первой возможности этот подарок она все-таки получила. И была, конечно, счастлива. Елена Владимировна, в военное время дети посещали школу? Да. Мама пошла учиться в школу в 44-м году, в первый класс. В деревне была начальная школа. Первый, второй, третий и четвертый класс. И все ребятишки учились в одной комнате у одной учительницы. Уроки проходили одновременно. И, конечно, ей запомнилось, что после трудового дня, например, дома приходилось идти в школу. И пока она училась стихотворения, вроде все помнила. До школы дошла, уже вся уставшая стихотворение забыла. Тетради у них не было. И писать приходилось на газетах между строк. Вот это она хорошо запомнила. Скажите, а была ли возможность у них играть в игры? Конечно, дети есть дети. Им всегда хочется играть, несмотря ни на какие обстоятельства. Они играли в прятки, в лапту, в догонялки. А еще очень мечтали играть в куклы. Но кукол не было. Они брали обыкновенную палочку. Это была у них кукла. Но эту же куклу надо как-то нарядить. И вот тайком они вытаскивали из лоскутного одеяла маленькие тряпочки. Конечно, мама потом замечала, что там не хватает этих лоскутков. Но она знала, что девочкам хочется играть. И не ругала их за это. Елена Владимировна, что еще интересного рассказывала вам ваша мама? Рассказывала интересно о своей школьной жизни. После начальной школы их перевели в семилетку. И приходилось сходить в эту школу каждый день. Семь километров. Туда и обратно. Пока шли до школы, все уже голодные и уставшие. На уроках сидят замученные. Но прекрасно знали, что надо учиться. Это их обязанность. Еще она вспоминала одна из подружек. Не было у нее обуви зимней, теплой. И в сильные морозы бегала в резиновых сапогах. Она обматывала ноги газетами, а потом одевала эти резиновые сапоги. И потом часто вспоминала, как же она не отморозила эти свои ноги. Но в школу ходила каждый день. А еще был такой случай. В школу приехал парикмахер с чудомашинкой и всех подстригал. Они, конечно, впервые ее увидели. И ей с сестрой тоже очень захотелось подстричься. Они смело пошли к этому парикмахеру. И он подстриг их на лысо. Когда они пришли домой, мама была очень сильно в шоке. И, конечно, их за это поругала. Как сложилась ее жизнь после войны? Закончив семилетку, 17-летней девчонкой, она уехала в Архангельск и поступила работать на Маймаксанский механический завод в кузнечный цех машинистом на Молоте. Представляете, 17-летняя девчонка работает машинистом в кузнечном цеху. Конечно, было очень тяжело ей там работать и трудно. Но деваться было некуда. Здесь она познакомилась с моим отцом. Вышла замуж. Потом переучилась на швею и работала в швейном ателье на острове Бревенник до самой пенсии. Уйдя на пенсию, она продолжала работать. Нянчилась с внуками, а потом и с правнуками. В этом году моей мамы не стало, но мы будем помнить ее всегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова